Всем привет! Сейчас я хотел бы записать для вас видео и рассказать вам о том, как я тестирую смартфоны, планшеты, либо же любую другую электронику, которую я заказываю из Китая, в частности с Алиэкспресс. То есть, например, как определить, что этот телефон, смартфон, планшет, либо же другое устройство исправно, в нем нет глюков, дефектов и так далее, для того, чтобы можно было со спокойной совестью подтвердить получение заказа. Сейчас я вам покажу, какие манипуляции, какие процедуры я делаю. Так как вы спрашивали меня об этом и задавали мне такой вопрос, как определить, все ли с телефоном или же с какой-то электроникой в порядке, сейчас я покажу последовательность действий, которые выполняю я. То есть, это лично мой метод, я не претендую на то, что это 100% только так и только так это должно быть. То есть, я покажу просто, как делаю это я. А вы уже решайте, смотрите, то есть, стоит ли делать вам так же, либо же вы как-то захотите делать это по-другому. Все, смотрим. Итак, когда вы получили телефон и записывайте распаковку по ссылке обязательно на видео, первым делом после того, как вы его достали, вставили батарейку, первым делом, конечно же, нужно проверить, включается ли аппарат вообще. То есть, если аппарат включается, завелся, то первым делом после этого, что я делаю. То есть, я проверяю, все ли в порядке у нас с ИМИ. То есть, иногда, когда продавцы прошивают, то может быть такое, что после прошивки теряется ИМИ, то есть, затирается зона НВ-рамы, соответственно, телефон после этого просто-напросто не пригоден к звонкам и нужно очень-очень хорошо постараться поиграться, чтобы все это дело восстановить. Проверку рабочего ИМИ это набираете просто в номер набираторе, номер набираторе просто набираете звездочка DS 06 DS. После этого... ой, промазал звездочка DS 06 DS. И после этого у вас появляется сообщение с вашими ИМИ, которые, соответственно, говорят о том, что телефон у вас должен работать. После этого, конечно же, вы обязательно-то также вставляете сим-карты, подключаете к Wi-Fi роутеру, если у вас есть Wi-Fi, либо же пробуйте работать в 3G интернета, чтобы удостовериться, что сеть у вас работает хорошо. После получения я никогда сразу не подтверждаю получение покупки, а где-то еще стараюсь, если у меня, конечно, есть время по счетчику, около недельки с телефоном поиграться. То есть я что делаю? Ставлю тесты из Play Market, ставлю Antutu, Android Sensor, ставлю Quadrant Standard, KPU-Z и Antutu Tester. То есть с помощью этих программ, то я проверяю, соответствует ли действительности конфигурация, то есть внутри стоит ли то ли железо, которое было заявлено у нас продавцом в описании товара. Иногда бывает, что продавцы продают подделки, то есть копии на какие-то известные телефоны, например, Lenovo S820, очень много было подделок на Xiaomi Red Rise, то есть есть у нас подделки, есть у нас подделки на Lenovo A820 с индексом S, то есть, ну и многие-многие-многие другие, то есть в частности с помощью теста можно выявить отличия по начинке, то есть процессору, экографическую и так далее. Но Antutu это не самый лучший вариант, потому что китайцы умеют хорошо подделывать Antutu, поэтому нужно поставить несколько приложений, которые могут вам показать, что стоит за железо в вашем телефоне. То есть также можно использовать Quadrant, System Information, здесь тоже есть у нас информация о нашем телефоне, то есть что у нас, как, почему, то есть верить эту информацию, ну и еще я ставлю также CPU-Z, то есть эта программка, если знаете, такая же есть для компьютеров, очень интересная, хорошая, показывает детали процессора, которые здесь есть, материнскую плату показывают, то есть, ну, все-все-все-все-все, что нужно, то есть всю информацию, в принципе, в этих программках можно найти, то есть сверить, соответственно, удостовериться, что все в порядке у нас с оборудованием, что у нас в руках оригинальный аппарат. Также я проверяю всегда дисплей на наличие битых пикселей, то есть это таких вот точек, которые, например, если у вас красный свет, она может быть черной, либо же там светится светлой, то есть клацаю и смотрю, нет ли у меня каких-то аномальных пикселей, либо же скоплений пикселей, то есть если у меня битых пикселей просто нет, тогда, значит, тест пройден и все хорошо. Также я всегда проверяю после покупки камеры первым делом, ну, в смысле, первым делом, у меня все первым делом, вот, нормально ли они работают, то есть как фронтальная, так и задняя камера, то есть все проверяю, чтобы не было никаких нюансов, потому что один из телефонов, который я заказывал, у него была проблема, у этого телефона была проблема с фронтальной камерой, то есть там был дефект, такая вот, короче, когда включаешь переднюю камеру, то там на изображении посередине была такая черная, такая как бы как галочка, то есть я не знаю, что это было, я когда, кстати, распаковывал телефон, то я это дело не проверял, а потом уже, когда я продал этот телефон, то мне показали, что вот есть вот такой вот дефект, вот, и поэтому после этого, то я проверяю, нормальное ли изображение на фронтальной и на задней камере, то есть чтобы все у нас было хорошо. После того, как мы проверили характеристики смартфона, и все у нас в порядке, все у нас хорошо, то на протяжении там этих там нескольких дней, либо же недели, я просто хожу с аппаратом, звоню, разговариваю, то есть слушаю, как меня слышно, спрашиваю, точнее, как меня слышно, слушаю, как слышно собеседника, не обрывается ли связь, то есть таким образом проверяю работу модемов, то есть работу радиомодуля. Если у меня две симки, соответственно, делаю это с двух симок для того, чтобы удостовериться, что на протяжении там длительного периода времени, в разных условиях, при разных звонках, то у меня все в порядке, и как бы со связью проблем у меня нет. Также я сижу долго в интернете, в частности, смотрю, например, какой-нибудь фильм в онлайне, чтобы проверить корректность работы в Wi-Fi модуле. Также с помощью там разговоров и, соответственно, там всего остального, то таким же образом мы проверяем, насколько у нас хорошо и долго работает батарея, то есть, например, если у нас там батарея там 3000 мА, 4000 мА, то меньше двух, трех, четырех дней, она просто-напросто не имеет права работать. И, соответственно, как бы если у нас батарея умирает за один день, либо же заполнен, то что-то значит здесь как бы не так, то есть нужно искать причину, проблему. Но если же показатели у нас соблюдены, то все, конечно же, в порядке. Также я проверяю телефон на стабильность. На стабильности я делаю это с помощью серьезных тяжелых 3D-игр, то есть сажусь и там часок без перерыва начинаю просто гонять в игры для того, чтобы нагрузить телефон по полной программе, потому что никакие приложения не нагружают игры, не нагружают телефон, железо телефона, то есть его основной процессор, графический процессор, оперативную память, то есть все-все-все системы телефона, которые отвечают за его работу, они нагружают по полной программе. То есть, соответственно, можно проверить, насколько аппарат он стабилен, То есть не перегревается ли он, либо же при перегреве не выключается ли он, ничего ли с ним не происходит. То есть если тест проходит нормально, значит все у нас хорошо. То есть как итог, как результат, что подводим, то есть мы тестируем, проверяем сначала, соответствует ли у нас железо в телефоне, описание, которое было на сайте продавца, либо же на сайте производителя этого устройства. Потом мы обязательно проверяем дисплей на наличие битых пикселей, то есть чтобы у нас все было в порядке. И потом проверяем фронтальную и заднюю камеры, чтобы у нас там было все хорошо, не было никаких дефектов, никаких артефактов, что все у нас работает. Проверяем работу радиомодуля посредством длительных разговоров. Если у нас двухсимочный аппарат, то соответственно с двухсимок, то есть звоним, принимаем звонки, работаем Wi-Fi, то есть в интернете сидим, как бы клацаем, то есть это все дело проверяем, тестируем в протяжении какого-то периода времени. Ну и пятое, это проверяем стабильность аппарата, проверяем стабильность его под нагрузкой, запуская какие-то серьезные 3D-игры, чтобы, как говорится, дать жару по полной программе. И соответственно убедиться, что аппарат у нас не перегревается, что он стабильный, что все у нас работает хорошо, что он автоматически сам не отключится, что все у нас будет, не будет никакого сообщения, что я перегрелся, как я в каких-то обзорах видел, смеялся долго, я перегрелся, все, выключаюсь. Так что вот тот такой вот как бы нехитрый метод, то есть такая вот последовательность, то есть так делаю я, проверяю смартфон, и только после того, как я проверил, и я убедился, что все хорошо, все нормально работает, а, ну еще одну батарею, да, соответственно, как бы тоже проверяем, сколько она работает, только после того, как я убедился, что все в порядке, я тогда уже иду и подтверждаю на сайте Алиэкспресс, нажимаю кнопочку «Подоверить получение», что я доволен, что все хорошо. Если же выявляются какие-то дефекты, какие-то недочеты, тогда, ну, конечно же, все по процедуре диспута, все доказательства, фото, видео, все дела. Вот такая вот процедура проверки смартфона после получения, чтобы не стать жертвой подделки, либо же жертвой дефектного смартфона. Вот, думаю, что, в принципе, сложного в этой проверке ничего нету, и любой, в принципе, покупатель сможет это сделать, потому что все приложения доступны в плей-маркете, и большинство из них бесплатно. На этом, в принципе, думаю, что все. Надеюсь очень, что мое видео было вам полезным и интересным. Если это так, то ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, пишите комментарии, возможно, у вас есть какие-то замечания, либо же какие-то интересные мысли по этому поводу. Расскажите, как вы тестируете смартфоны, планшеты, другую электронику, то есть технику, как вы проверяете ее, что с ней все в порядке, и на каком этапе вы решаете, что все хорошо, и тогда подтверждаете заказ. Мне тоже очень интересно узнать ваше мнение. На этом тогда все. Большое всем спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok